Добрый вечер, дорогие друзья! С вами в эфире Энергия Удачи на Рико ТВ. Мы приветствуем всех и вместе с нашей соведущей сегодня, очаровательной Ильяной, менеджером торгового дома Энергии, проведем эфир 12 февраля 2017 года. Вместе с нами также дружная команда и наши любимые телезрители, о которых мы тоже говорим. Добрый вечер, друзья! Сегодня будем играть, признаваться любви, потому что не за горами день всех влюбленных. Хоть в Казахстане не отмечаются, но ты хоть помнишь в школе, как Валентинки вырезали цветные бумаги, писали, признавались, преподавателям дарили. А вот что приготовили и приготовили ли вообще наши сегодняшние участники, мы с вами узнаем совсем скоро в проекте Энергия Удачи, сегодня на телеканале Рико ТВ. Оставайтесь с нами и заряжайтесь энергией! И снова мы с вами, Энергия Удачи! Слушай, а вот скажи, когда у тебя была первая любовь, что ты ощущала? Я ощущала волнение! Да ладно? Да. Ну вот почему я это спрашиваю? Потому что сегодня наш эфир как-то посвящен предстоящему празднику Дню всех влюбленных, День Святого Валентина, да? Когда дарят Валентинке какие-то презенты. Самый запоминающийся подарок, который ты получила в этот праздник, помнишь? А я получила, у меня были длинные волосы и меня дергали за них. Это был подарок? Да. Слушай, оригинальный подарок. Ну что ж, а узнаем, что же приготовили своим любимым, это в общем, так сказано, наши сегодняшние участницы. Мы приветствуем вас в студии. Здравствуйте, девчонки, красивые, талантливые, давайте знакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Вероника, я учусь в 23-й школе, заканчиваю. Заканчиваете, 11-й класс. Кем планируете в будущем быть? Журналюга. Журналюга? Слушай, я сказала журналюга. Слушай, Вероника, а почему ты решила выбрать эту профессию? Это интересно, это не сидячая профессия, общение и у меня есть какие-то склонности к этому. Слушай, ты молодец, честно. Гениально просто. Пам-пам-пам. В наших летах будет пополнение. Как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Валентина. Тоже журналюга? Нет. Валентина. Я ученица 11-го класса, 28-й школы. В будущем я хочу стать инженером, только не определилась в какой сфере. Так, но есть какие-то предпосылки уже в семье инженера? Есть, да. Кто инженер? Папа. Папа инженер? Ну молодец, Валентина, браво. И наша третья участница, не впервые в нашей программе, которая также, да, нас всегда поддерживает в интернете. Знаю, как вас зовут. Алена, расскажите, чем вы сейчас вообще занимаетесь? Ну, я до сих пор учусь в школе. Да. Девятая школа, 11-й класс. Чем занимаюсь? Ты же научишься, Алена? Вот не задают тебе этот вопрос. Да. Последний год надо стараться, чтобы аттестат был хороший. Пытаемся, делаем все, что можно в наших силах. Ну что ж, в нашей студии пытаться не нужно, пыток здесь нет, потому что здесь вы отвечаете только правильно на вопросы, зарабатываете деньги. Кто больше всех правильно ответит, тот и получит главный приз нашей программы за короткое время. Можете выиграть 10 тысяч деньги. Внимание на экран и посмотрим, какие темы нас сегодня ждут. 12 февраля. И День Святого Валентина. Мифология. Кстати, День Святого Валентина как-то связан с мифологией. Цитаты и фразы, фотография, музыка вокруг нас и тема динозавры. Вот такие у нас темы сегодня в эфире. За каждый правильный ответ получаете Валентинку. Кстати, подарки приготовили. Ну-ка быстренько, что будете дарить на День Святого Валентина? Что вам обычно дарят? Вероника. Ну, в школе Валентинки. Валентинки, да? Да, и все. А вам? Валентинки. Валентинки. Валентинки, что еще? Что еще? Ну, зато вы можете сегодня заработать. Еще будут у вас два дня. 13 и 14 февраля, чтобы что-то купить для своих любимых. Любимые есть? Есть. Есть. Есть? Да, на все. Есть. Не сущались, не сущались. В любимые есть. Хорошо. Итак, начинаем, Вероника, с вас, журналюк. Выбирайте тему. Мифология. Мифология. Вопрос в этой теме. Кто в древнеримской мифологии был богом войны? Марс. Марс. Совершенно верно. Вероника сразу ответила. Давай. Выбирайте тему. Цитаты и фразы. Цитаты и фразы. Как завершается легендарная фраза Суворова «Тяжело обучение». Тяжело обучение, легко в бою. Совершенно верно. Алена. Валентина. День святого Валентина. День святого Валентина. На каком цветке люди гадают, люди не любят. Ромашка. Ромашка. Первая была Вероника. Не пробей. Выбирайте. Фотография. Фотография. Как называются фотоаппараты последнего поколения? Цифровые. Совершенно верно. Цифровые фотоаппараты. Алена. Динозавра. Да, динозавра. У змея Гаранича три головы. У динозавра? Одна. Первая была у нас Валентина, и она ответила правильно. Одна. Дайте возможность Валентина. Ну, вот именно. Да, вот именно. Выбирайте Валентина. День святого Валентина. День святого Валентина. Какой овощ вянет, когда приходит любовь? Помидор. Молодец. Вянет помидор, когда приходит любовь. Выбирайте. Фотография. Фотография. Итак, что вылетает из фотоаппаратов? Вспышка. А, птичка. Вспышка и птичка. Молодец. Выбирай. День святого Валентина. День святого Валентина. В каком веке зародился праздник Детеста у Валентина, Валентина? Седьмой век. Седьмой век. Валентина, мы вас поздравляем с праздником, Дням Святого Валентина. Спасибо. Седьмой век, верно. Выбирайте. Музыка в руках у нас. А, музыка так музыка, поехали. Песня о любви, которую исполняют мужчины, которые любят всех. Валерия Меладзе. Совершенно верно, Вероника ответила, это Валерия Меладзе. Выбирайте, верно. Цитаты и фразы. Цитаты и фразы, поехали. Закончите знаменитую фразу Юлия Цезаря «Пришел, увидел, победил». Молодец. Желаем вам всем победы сегодня в нашем программе. Давайте. Цитаты и фразы. Цитаты и фразы. В каком произведении прозвучала знаменитая фраза «Рукописи не горят?» Мастер Маргарита. Да ну вы что? Жаркая у нас сегодня программа. Мастер и Маргарита, я просто боюсь за нашей стойки декораций, которые могут просто сломаться. Они нам еще душны, у нас еще много программ. Алена. Музыка вокруг нас. А продолжим музыку. Поехали. Филипп Киркоров. Молодец. Да, Филичка. Филипп Киркоров. Поздравляем. Это действительно. Я и не знал, что любовь может быть. Жестокое место. Музыка вокруг нас. Продолжим музыку. Это облако. Это облако. Серов. Серов. Да, да, да. Вероника, это действительно серов. Фотография. Фотография. Вы любите, кстати, ну, журналист будущий, должны любить фотографировать. Да. Сами пробовали? Ну, больше фотографироваться. А, фотографироваться. Ну, да. По-моему, все любят, да? Итак, вопрос. Какой свет использует фотограф при фотопечате? Красный. Красный. Первая была у нас Валентина. Какой цвет? Красный. То есть, сегодня прям посмотри, Валентина оделась под цвет нашей программы. Молодец. Девчонки тоже молодцы. Это действительно красный цвет. Выбирайте, Валентина. Фотографию. Фотографию продолжим. Итак, куда складывают фотографии? В альбом. Молодец, Алена. Да, в альбом. А куда еще их складывают? Давайте музыку. Давайте музыку продолжим. Тоже поешь про любовь. Дважды замужем. Это мне. Кстати, наверное, вы, кстати, найдете чем-то похожее. Да, Валентина. Динозавры? Динозавры. А в каком геологическом периоде на земле жили динозавры? В южном. В парк с южского периода. Да, Алена ответила. Музыка вокруг нас. Продолжим. Последний вопрос. Последний вопрос. Да. Слушай. Дмитрий Колдун. Нет, нет. Дмитрий Колдун. Дмитрий Николаев? Николаев. Нет, нет. А есть такой привет? Нет. Есть, да? Да. Стоп, девчонки, сейчас только должна ответить. Вероника, вы уже ответили. Так, давайте еще послушаем этого исполнителя. Знаю, что уже Дмитрий. Дмитрий Бигбаев, нет? А? Бигбаев, нет? Нет, не Бигбаев. Бигбаев молодой, младший нас с вами. Это Дмитрий Маликов. И переход к нам у нас Валентина, Вероника. Валентина к вам. День Святого Валентина. День Святого Валентина. Какую открытку дарят здесь? У всех влюбленных? Валентина. Совершенно верно. Не успел ответить. Прямо с короколовки улучшить. Фотография. Фотография. Итак, тоже последний вопрос в этой теме. Как в народе называют простейшую автоматическую фотокамеру? Мыльница. Мыльница. Тема фотографии у нас закрыта. И тема музыкальный вопрос у нас тоже закрыта. Осталось 4 темы. Это День Святого Валентина, мифология, цитаты и фразы и динозавры. Мифология. Мифология. Итак. Как звали братьев, скормленных? Ромул и Рем. Ромул и Рем. Да, верно. Это только самые знаменитые братья вообще в мифологии. Да? Чем же они так? Волчица их скормила и вырастила. И они как бы основали Рим, Византию. Вот это все в общем. Поняла? Да. Что мы тут делаем вообще? Какие участницы? Вопросы с листа читаем. Давайте, Алена, выбирайте. День Святого Валентина. День Святого Валентина. Итак, как называется любовь до конца? Слушай. Как называется любовь, возникшая с первой встречи? Любовь с первого взгляда. Пираника. Любовь с первого взгляда. Да, да. Чего вы такие умные? Смотри, главное, с разных школ, да, Юлиса? Чего вы такие умные все? Вероника, выбирайте. Мифология. Мифология. Вопрос. Чем были скреплены перья на крыльях мифологического героя? Воском. Правильно. Потому что, когда он взлетал, он добрался до солнца, и воск растаял, и он упал вместе с сыном. Да. Ребята. Воск упал вместе с сыном. Отец с сыном взлетели, у них были крылья из перья. Я превращаюсь в Якубовича, честное слово. Скоро надо отрастить. Дима, тебе еще далеко до него. Еще далеко. Выбирайте этим. Дай бог, чтобы наша программа так же просто устала. Динозавры. Динозавры. В каком произведении мы уже говорили, как продолжается фраза Александра Сергеевича Пушкина. Я помню чудное мгновение. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистых. Давайте аплодируем. Я цитала такие эфиры. Люблю такие эфиры. Это правильно, Алена. Цитаты и фразы. Цитаты и фразы. Как в мультфильме Малыш и Карлсон заканчивая фраза. Он убил тел, но обещал. Но обещал вернуться. И обещал вернуться. Да, Вероничка, молодец. Не холодно дальше. Мифология? Ну, давайте мифология. Так, как именовали на Руси дракона? Змей Горыныч. Змей Горыныч, совершенно верно. Кто вычистил Авгиевы конюшну? Геракл. Молодец. Это одиннадцатый подвиг. И на этом у нас тема... А, нет, мифология еще есть. Еще последний вопрос. Какой конь был создан благодаря хитрости Одиссея? Троянский. Троянский, да, Вероника. Тема мифологии закрыта. Тема фотографии закрыта. Остались три тема. День Святого Валентина. Цитаты и фразы и динозавры. Какую тему, Вероника? Цитаты и фразы. Цитаты и фразы. Хорошо. Как заканчивается фраза из басни Крылова, любопытный? Слона-то я и... И не приметил. Первая была Алена. Слона-то я и не приметил. Да. Выбирайтесь. День Святого Валентина. День Святого Валентина. Последний вопрос в этой теме. Форму чего напоминает Валентинка? Сердце. Да, Валентина. Верно. Ну что ж, дорогие друзья, мы практически все темы опустошили. У нас останется только несколько для того, чтобы вы могли выбрать ту тему и тот человек, кто больше всех правильно ответил. Мы посчитаем, а пока моя напарница Ильяночка считает, сколько наши сегодняшние просто зажигательные участницы набрали и заработали денег, напомню, что наши программы вы можете увидеть в Ютьюбе, а также на сайте торгового дома Энергия, dinar.kz и на сайте rica. rica.kz. Увидимся скоро на нашем телеканале, друзья. Заряжаемся энергией 12 февраля на календаре. И снова мы с вами Энергия Удачи. Мы подвели итоги. У нас сегодня был жалкий эфир. Слушай, ну у нас сегодня вообще редко такое бывает, но зато какой адреналин, как они играли, как они отвечали. Вопросы были легкие. Давай перед тем, как подведем итоги, хочу спросить. Девчонки, ну, может, вы знали ответы, но хотя это нереально, мы сами сценарий видим до эфира. Нет. Вопросы были легкие? Вопросы были легкие. Очень легкие. Абсолютно легкие. Абсолютно. Слушайте, ну вы молодцы. Ну, просто эрудиты. Эрудиты. Я и почувствовал, мы тут с Ильяной просто стояли, и наши операторы, по-моему, даже в шоке стоят от того, что происходило, потому что это на редкость. Не за того, что у нас участники не могут думать и правильно отвечать, но просто... Настолько быстрые ответы были. Быстрые ответы были. Хорошая реакция. Да, я задумался, чтобы нам всем нужно скороговорки теперь, чтобы вопросы были... Вылетали, чтобы из их... Ну что ж, подводим итоги первого тура, что у нас получается. Итак, Вероника у нас заработала 4,5 тысячи тенге, поздравляем ее. Та-да-да-да-дан. Валентина набрала у нас 4 тысячи тенге, и Алена заработала 7 тысячи тенге. Она у нас лидирует. Алена, готовы ли вы увеличить сумму еще на 3 тысячи тенге и из нашей студии уйти не 7 тысячи тенге у вас в кармане будет, а 10 тысяч тенге? Конечно, я готова. Я уже подпечатлен. У вас будет ровно одна минута подумать. Девчонки, сейчас я вас попрошу, Валентина и Вероника, из оставшихся тем, выбрать только одну. А это какие темы у нас остались? Только две. Шитаты и фразы, либо динозавры. 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 Динозавры? Что, правда что-то? Правда, динозавры? Алена, ну как, с динозаврами дружим? У меня двоюродный братишка энциклопедию собирает про динозавров. Я столько наслушалась. Да, надеюсь. Ну смотри, если ты сейчас неверно ответишь на вопрос супер игры, все 7 тысяч, которым ты заработала в первом туре, они могут сгореть. И будет обидно. Вот на прошлой программе у нас не мог участник ответить на вопрос. Жизнь такая. Не мы такие. Кто не говорит? Если говорят 11-классницы, говорят, не мы такие. Жизнь такая. Сходите в энергию по адресу Санкебеба ТРА 72, и ваша жизнь будет сказкой, поверьте. Ну что ж, играем в супер игру. И тема у нас динозавры. И вопрос супер игры, который мы сейчас вам зададим. Итак, какие палеонтологические объекты являются основным источником информации о динозаврах? И вот наши вот, не подсказываем. Какие палеонтологические объекты являются основным источником информации о динозаврах? Так, что же это за ответ? Палеонтологические. Алена, мне обязательно нажимать на кнопку. Ну, по идее, в музеях скелеты стоят. Это и есть составляющая часть, откуда берут информацию о динозаврах. Значит, это скелет, кость. Я думала, просто будет ответ кости. Это размышление было. Мы поздравляем. Браво! 10 тысяч тенге достается нашей сегодняшней участнице Алене. Также у нас были хорошие сегодня призы и у Вероники, и у Валентины. Девчонки, ну, давайте, признавайтесь люби родителям, потому что у нас, к сожалению, эфир не выпал на 14 февраля. В этом году как-то вот все вот у нас праздники обходят стороной. Но это и радует с одной стороны, и не радует, потому что энергия – это всегда праздник. Давайте, Вероника. Оговорите. А что застеснялась? Можешь признаться в любимую. Может, подарить. Ну, нет, в любви надо признаваться маме и папе самое главное. Да. Потому что нету роднее людей, чем мама и папа. И бабушка. Ну, признай, говори там. Это у нас минута поля чудес будет. Передаю привет. Передаю привет всему Актюбинскому в таком случае. Всех любишь. Да, всех любим. Я уже с флором приглашаю. Всех поздравляю с праздником. И очень надеюсь, что этот праздник каждый проведет со своим любимым человеком. Отлично. Валя. Я хочу пожелать всем влюбленным это самое главное – любви, счастья, добра. Привет маме с папой. Модель. Модель. Молодец, Алена, победительница наша сегодняшняя. Хочу сказать спасибо моим родителям, что я вообще есть. Всем передаю привет. Бабушка, дедушка, бабушка еще одна. Всем привет. В общем, всех с праздником. И желаю вам только любви, потому что любовь спасет мир. Супер, супер, друзья. Ну, мы тоже вас всех любим, наши телезрители. А еще мы любим всех покупателей торгового дома. Конечно, энергия. И вот вторая часть нашей программы как раз таки будет подведение итогов лотереи уходящей недели. Еще несколько часов и снова понедельник. Все пойдут на работу 13 февраля. Мы попросим Алену остаться, а вам, девчонки, желаем удачи, любви, хорошо сдать экзамены, чтобы вы зарабатывали и любили ту профессию, которую выберете. Надеемся, мы еще увидимся с вами в нашей студии, и вы еще сможете выиграть наш главный приз. Хоть это небольшие деньги, но все равно они вам помогут что-то купить, подарки, киды. Но это приятно, самое главное. Будьте с нами, дорогие друзья. Увидимся через несколько секунд в проекте «Энергия и удачи» на Рико ТВ. Энергия и удачи на Рико ТВ. Итак, дорогие друзья, перед вами сегодня наша победительница Алена, выпускница из девятой школы. И сейчас она вытянет один счастливый купон тех людей, кто принимал участие в лотерее торгового дома «Энергия». Она еженедельная, то есть лотерея. Вы что-то покупаете, получаете купон с номером. Один купон остается у нас, один отправляется у вас, один отправляется к нам в студию. И сейчас Алена огласит победителя этой недели. Победитель розыгрыша, участник с номером 03-30-28. 03-30-28. И вот Алена вытянула счастливый билет. Уже завтра, 13 февраля, приходите в торговый дом «Энергия», получайте свой приз. Ну а мы, дорогие друзья, еще раз признаемся вам в любви. Будьте счастливы, любите и будьте любимыми. До встречи в эфире в следующее воскресенье в 19.20 на нашем телеканале. Спасибо вам огромное, друзья. До новых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!